Всем привет! Это Пётр Семилетов и новый выпуск музыкального пингвина. Сегодня я расскажу, как в Ardor работать с автоматизацией. Автоматизация это очень полезная штука. С её помощью можно динамически менять различные параметры эффектов. И не только эффектов, но и громкости и панорамы. Например, вы хотите, чтобы партия у вас гуляла из уха в ухо, или громкость её понижалась и повышалась в определённых местах. Для этого и существует автоматизация. Вот у нас есть исходная тестовая композиция с петлёй. Вот мы эту петлю размножим. На миди дорожку навешан синтезатор Triceratops. И вот как звучит петля. Сделаем тише. Сначала разберём управление автоматизацией громкости, как самый простой вид автоматизации. На дорожке есть кнопочка A. Нажимаем её, выпадает менюшка. В этом меню мы можем управлять так называемым включением вложенных дорожек автоматизации. Вот включаем фейдер. Фейдер мы будем управлять фейдером микшера, фейдером дорожки в микшере. Вот у нас появилась под дорожкой с миди, вложенная в неё дорожка фейдер. И изначально, как мы видим, тут уже минус 12 дБ стоит. И у дорожки автоматизации есть несколько режимов. Manual – это ручной режим по умолчанию. Также здесь есть режимы Play, Write и Touch. Режим Play – воспроизведение нашей возни с автоматизацией. Режим Write – это запись автоматизации вживую. И режим Touch – это как бы совмещение режимов Play и Write. Давайте для простоты поработаем пока что в режиме Manual. Выбираем инструмент карандашик и начинаем рисовать так называемую огибающую. Огибающая – это линия, которая представляет собой изменения, плавные изменения того параметра, который мы управляем. Вот сейчас мы управляем громкостью, управляем фейдером. На огибающей мы можем откладывать точки автоматизации. Каждая эта точка выражает громкость в конкретном месте композиции. Между двумя соседними точками громкость или другой параметр автоматизируемый будет плавно меняться. Вот здесь мы хотим, чтобы громкость с нуля поднималась до 5,5 дБ, а потом опускалась, скажем, до минус 36 дБ, а потом снова плавно нарастала. Чтобы наши изменения огибающей автоматизации воспроизводились и попадали в микс, мы переключаем режим в play. Смотрим, что у нас получается. То есть громкость изменяется согласно огибающей. Мы можем временно скрыть дорожку автоматизации, нажав на эту кнопочку, а потом снова в любое время ее вернуть. Чтобы удалять точки автоматизации, служит инструмент выделения и редактирования точек автоматизации. Вот он. Мы его выбираем, им выделяем точки и удаляем их кнопкой delete. нам не нужны эти точки. Мы их стираем. И вернулись к значению по нулям. Посмотрим теперь на другой часто используемый тип автоматизации, автоматизация панорамы. Ну, чтобы партия у нас гуляла из одного уха в другое, влево-вправо. Для этого снова идем в кнопочку A и в выпавшем списке в менюшке выбираем pan. Вот у нас появилось даже две дорожки автоматизации панорамы. Автоматизация панорамы зависит от выбранного в микшере панера. Вот сейчас у нас тут вот такой панер, который имеет два параметра. Это ширина и лево-право. Соответственно, у нас есть дорожка автоматизации для управления шириной и лево-право. Давайте нарисуем огибающую на дорожке, соответствующей лево-право. Вот мы рисуем. И мы хотим, чтобы у нас звук гулял из одного уха в другое. Тут даже лишняя точечка у нас. Для воспроизведения не забываем в режиме автоматизации включать play. Пошло в одно ухо, в другое. И опять в правое ухо, и опять в левое постепенно смещается. Если мы изменим здесь тип панера, замечу, что тип панера можно будет изменить только когда мы снова включим, вернее, отключим автоматизацию, вот включаем на manual, тогда мы в микшере можем сменить тип панера на stereo balance. Сейчас у нас equal power stereo, а мы меняем на stereo balance. Вот такой более простенький панер, где мы не можем управлять шириной, у нас есть просто лево-право. И теперь мы видим, что автоматизация панорамы упростилась до одной дорожки лево-право. Оно работает точно так же, как и тот тип только звучит чуть иначе. Сотрём эти точки автоматизации и посмотрим, как работает режим write, режим записи. Для этого мы включаем режим write, затем мы включаем композицию на воспроизведение и начинаем управлять автоматизацией непосредственно при помощи вот этого вот панера. Это можно делать как в свойствах дорожки, так и в микшере. и наше движение панера они записываются в виде отложения точек на огибающую автоматизацию. Вот у нас эти точечки откладываются. Сходным образом можно гибко управлять громкостью, панорамой громкости. вот у нас отложилось множество точек. Чтобы удалить их всех, мы вот этим инструментом выделяем точки и стираем их. Если мы хотим вносить изменения на уже созданную огибающую, вносить их вживую, выбираем режим touch. Отличие режима touch от режима write в том, что режим write у нас перезаписывает, просто пишет новую автоматизацию поверх старой, а режим touch пишет новую автоматизацию поверх старой лишь в том случае, когда вы перемещаете фейдер автоматизация. Только в этом случае. Если вы его не держите, не перемещаете, то остаются старые значения на огибающей. Так, вот нам это все сейчас нафиг не нужно. Мы стираем это и посмотрим, как теперь автоматизировать какой-нибудь параметр синтезатора. Давайте сначала посмотрим на трицератопс. вот у нас трицератопс. У него есть очевидный параметр cutoff. Параметром cutoff очень очевидно можно управлять. Давайте автоматизируем этот cutoff. Для этого на дорожке идем в A мы идем в процессор automation. В процессор automation доступны огибающие автоматизации для навешанных на дорожку синтезаторов и эффектов. Вот у нас у нас поскольку навешан трицератопс мы идем процессор automation трицератопс и списочек параметров трицератопса которые можно автоматизировать. Выбираем фильтр cutoff. мы можем как рисовать огибающую карандашиком так и вот более интересно мне кажется включить riot или touch режим. Мы переключаем теперь режим автоматизации фильтра cutoff в riot перемещаемся к началу композиции запускаем композицию идем в микшер вызываем трицератопс и начинаем крутить его cutoff стоп переходим в редактор смотрим вот записались наше перемещение cutoff теперь можно оставить touch а можно включить play давайте в режиме touch теперь включим и посмотрим что получается переходим в микшер вот пошло управление cutoff если мы хотим одновременно с этим записать автоматизацию еще одного параметра нужно тоже создать его огибающую для этого мы идем в а процессор автоматизации цератопс давайте поуправляем резонансом вот у нас теперь есть огибающая резонанса опять же можно либо карандашиком ее рисовать аккуратно или что интереснее сейчас поиграться включаем режим write включаем воспроизведение и начинаем играть с резонансом вот так в общих чертах и работаем в ардоре с автоматизацией так после записи вживую огибающих автоматизации ардор автоматически переводит режим дорожки автоматизации в режим touch он играет он работает как режим play но с возможностью редактирования то есть можете включать play потом можете включать touch использование автоматизации позволяет очень гибко управлять звучанием дорожки и в сложных композициях вы будете очень много рисовать огибающих автоматизации редактировать их точки например управление громкостью дорожки при помощи автоматизации позволит иногда достичь лучшего эффекта чем тупое навешивание компрессора но можно управлять и компрессором при помощи автоматизации и вообще любым эффектом вот давайте навесим скажем компрессор 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 калф компрессор вот такой у нас есть компрессор и посмотрим теперь на дорожке какие доступны параметры автоматизации для компрессора вот все основные его параметры там рейтио соотношение атака релиз вот у нас появился тут компрессор можно будет им рулить или допустим можно навесить на дорожку какой-нибудь дисторшн и динамически менять его параметры то усиливая драйв то уменьшая его причем зачастую удобнее именно рисовать огибающие а не крутить контроллеры даже если вы вживую пишите перемещение контроллеров то потом все равно рано или поздно приходите к тому что начинаете редактировать их точки уже при помощи уже в режиме редактирования а не вживую подправляя что-нибудь через тач на этом пока что все с вами был Петр Семилетов передача музыкальный пингвин до новых встреч пингвин демократ чтобы